всем привет сегодня я вам покажу поколение орхидей что же за поколение вы знаете посмотрите это видео и во многом вам прояснится ситуация когда закрыта точка роста или когда . роста не развивается и когда мы отсоединяем деток как я поступаю как я пересаживаю как наращиваю как восстанавливаю орхидеи вот эта орхидея начнем с нее это орхидея big lip полосатик эту орхидею мне принесли без корней и с полной потери тургора листьев на восстановление этой орхидеи ушло очень много времени почему потому что эта орхидея переродилась заново из точки роста этой орхидеи в результате энергии старых листьев ну да потеря тургора энергия старых листьев уходит на появление хоть каких-то ростов у погибающей орхидеи вот орхидея возместила за счет энергии старых листиков себя в новых вот в таких листочках появилась по типу детка из точки роста мы вместе с вами это все делали пересаживали маленький росток на появление новых корней и наращивание корневой системы в посадке закрытая система которую очень многие боятся вот эти закрытые шарики где за счет того что есть особенность сужения горшочка к поверхности уменьшена площадь испарения сейчас естественно многие скажут ё-моё ири ну как у вас получается девчонки ну здесь нужно сделать конечно грамотное расположение крупной коры крупной фракции вместе с благоемким компонентом триферн про который я вам постоянно рассказываю посмотрите как хорошо он помогает наращивать корневую систему вы помните какой был росток там знаете вот три непонятно чего виде предполагаемых корней они были вот такие коротенькие вот такие малюсенькие я все-таки рискнула и разместила стимулирующую посадку эту орхидею для того чтобы добиться прироста по корням вот сейчас посмотрите что происходит вот этого вообще всего не было не было от слова совсем там тоже вон они корни так сейчас я вам буду показываете циафлора на дне дальше у меня пошла кора средней крупной фракции как я знаете вот ошибочное мнение существует вообще на ю тубе по размеру фракции коры вот фракцию коры нужно рассматривать в конкретной посадки чем меньше город горшок тем будет для меня фракция крупнее почему вот например для этого горшочка здесь наверно грамм 200 в этой колбочке и кора сюда пошла размером вот видите здесь пол сантиметра на 2 2 сантиметра здесь вот один на один вот такая кора для этого объема это крупная кора для объема например 2 литра горшка или 3 литра горшка даже полтора литра горшка это будет мелкая фракция коры здесь нужно обязательно понимать вот эту разницу именно в объеме горшочка и фракции коры которые вы используете размещая растения вот сейчас вы видите как она восстановилась у меня многие спрашивают в том числе и женщина которая мне отдала эту орхидею без корней с потери тургора листьев с просьбой попытаться спасти эту орхидею очень красивый бегли полосатик оживает вновь и слава богу у него сейчас второе дыхание и вторая жизнь вот так нарастили все хорошо корни были маленькие сложно было наращивать но знаете такие очень аккуратные вдумчивые увлажнения посадки когда корни маленькие совсем маленькие нужно держать в нижнем уровне посадки воду для того чтобы она на себя стимулировала наращивание корневой системы орхидеи корни растения даже маленькие они чувствуют где располагается влажность они очень чувствительны к влажности грунта который эти корни обрамляет и все потом конечно когда корневая система уже достигает дна горшочка когда она дорастает уже ниже середины посадки тогда уже да тогда я не оставляю водичку достаточно длительное время ну или наливаю ровно столько чтобы через сутки у меня вся поливочная вода была поглощена грунтом и корнями все чтобы проросшие вниз корни орхидеи ни в коем случае не плавали долго в воде тогда будет гарантия сохранения тех корней которые мы с вами нарастили все показала вам бегли полосатик есть тематические плейлисты где можно увидеть историю этой орхидеи пожалуйста проходите на канал интересуйтесь все теми тематическими плейлистами которые будут вам интересны и в помощь и сейчас я вам покажу посмотрите какая красота я не знаю наверное самые внимательные самые преданные зрители канала помнят что это за орхидей к вот этого бояться не нужно много раз я вам показывала историю самоистребление материнской орхидеи цветоносом у которой закрыта точка роста это на ней появилась вторая детка а что же это за орхидея сейчас я вам покажу но история этой детки знаете это вот что в учебнике нужно такие учебные пособия заносить смотрите на этой орхидеи вот которая сейчас уже скидывает свои листья на этой орхидеи появилась детка детка очень быстро росла потому что как-то вот особенность этой орхидеи по моим наблюдениям она такова детки появляющиеся на этой орхидеи начинают быстро развиваться особенно у этого гибрида очень хорошо начинает развиваться корневая система вот сейчас посмотрите она такая малюсенькая вот сравните если с фалангой пальца вот смотрите какая она детушка посмотрите какой у нее прирост по корням идет есть орхидеи которые отращивают большую зеленую массу но при этом мы с вами не имеем корней у этой орхидеи вот вторая детка имеет такую тенденцию развития сейчас я вам покажу вот это корешок это корешок детки у матушки во время размещения от соединения детки корневая была не очень сейчас если я даже найду может быть уже и кора нет есть вот корешочки матушки тоже там чуть-чуть выглядывают но посмотрите как прекрасно развиваются корешочки на детки давайте я вам покажу еще корни с другой стороны посмотрите какие они классные это в том числе особенность сорта есть орхидеи вот у меня есть такие дылды детки у которых корни шиш да маленько сидят себе сидят на шеях у матушек своих а вот это вы посмотрите какая она живучая у этой орхидеи все наоборот хороший прирост по корням очень быстрой но при этом маленькая наземная часть это тоже особенность сорта и сейчас я вам покажу ту самую первую детку которая появилась на вот этой материнской орхидеи сразу скажу что вот таких проявлений бояться не стоит все здесь детка она уже стабильно у нее уже есть своя корневая система и матушка отрастив детку все она отдала все свои силы на развитие малышки и сейчас уже на этой вот пожалуйста материнской орхидеи конечно уже нет ждущих рабочих почек которые могли в том числе дать следующее потомство поэтому все как только она все сбросит засушит свой стволик я просто аккуратненько его укорочу и место отреза вот этого стволика я обработаю каким-нибудь дес средством вот так а детка так и останется развиваться в этом горшочке ну а вот собственно первая детка которая была снята с этой орхидею шки посмотрите какая красота ну не красота ли вместе с вами мы разместили две одинаковых орхидеи вот эта орхидейка она полноценная я ее покупала видите старые листочки сейчас стали выжелтевать выстаревать жара так действует она стоит у меня на верхнем уровне стеллажа где температура достигает 32 градусов когда я не услежу и забываю включить кондиционер покупались две одинаковые орхидеи вот это вот это которая вторая и вот эта материнская орхидея но цветоносом закрыта точка роста и вот это которая вторая она дала две детки когда вот эта детка развилась хорошо я ее сняла и вместе со второй орхидейкой одинаково сорта посадила в объединенную групповую посадку вот посмотрите какая красота у меня получилась очень красивая посадка взяла горшочек имеющий хороший простор на поверхности для того чтобы каждая орхидейка не мешала развиваться другой чтобы не было соперничества за пространство вот так через расстояние я их посадила и посмотрите как сейчас они обалденно развиваются и детка снятая она практически такого же размера как и вот эта взрослая полноценная орхидея орхидея имеют генетическую особенность у них не развивается сильно листовая масса у них листочки каждый новый прирост по листикам он равен предыдущим листикам то есть нет такого чтобы каждый последующий листочек был больше предыдущего все одинаково вторая красота уже дала цветонос зацветет покажу это необыкновенно красивые орхидеи они цветами похожие на орхидеи с мои на лаковые черно-шоколадные орхидеи божественная красота жду распуска он еще по моим даже да только формирует формирует еще не все еще не все покажет нам думаю свою силушку но детка пока развивается сама она пока не дала цветонос несмотря на то что она уже очень мощная и достаточно развитая посмотрите как развивалась корневая система после моего размещения этих орхидей в горшок авто полив посмотрите посадка кора триферн и как в этой посадке орхидеи дали прекрасный прирост по корням смотрите какая божественная красота поливается проливом и оставлением воды полным объемом поддона вот так следующий полив вот сейчас уже можно поливать эту посадку за счет крупной коры в посадочке и капиллярных свойств триферна создается при поливе однородная влажность во всем горшочке и вот посмотрите как им понравилось развиваться именно с добавлением коре триферна вот поэтому здесь смотрите вот результат на лицо я никогда ничего не придумываю мне не нужно ничего придумывать потому что мои растения всегда за меня все сами расскажут ну и конечно подтвердят все мои слова вот здесь в горшочке появилась грибничка я этого не боюсь я заселяю сюда триходерму как заселять можно триходерму либо путем погружения горшочка в воду в рабочий раствор с триходермой минимум на полчаса для того чтобы триходерма села смогла зацепиться на корнях и на кусочках коры на компонентах грунта либо я просто триходерму присыпаю по поверхности а потом впрыскиваю в посадку после заселения триходермы разрастание ее происходит в течение 10-14 дней и за это время та грибничка которая есть в горшках у наших с вами орхидей она меняет цвет с белого на бежевый это значит все колонии этой грибнички остановлена триходермой вот сами вот эти вот очаги они никуда не денутся но они поменяют цвет это будет говорить именно о том что все волноваться не нужно контролировать эту грибничку в горшочках нужно обязательно чтобы она не заполонила горшок и не препятствовала дыханию корневой системы наших с вами орхидеевшек по-моему результаты замечательные развитие орхидеи хорошее появление деток хорошее восстановление убегли по полосатика показательно есть все теперь и листочки особенно корешочки но сегодняшнее видео я хотела бы вам закончить показом результата восстановления одной из орхидей русалка ну наконец-то показала свое личико кого хоть я спасала девчонки я не знаю что это за орхидея название этой орхидеи я не знаю но факт восстановления на лицо прирост хороший по корневой системе это вчера я налила ей воды пол горшка потому что здесь у нее в посадке столько корней она выпивает эту воду но за сутки за полутора суток все воды не будет очень долгий сложный процесс восстановления который заканчивается прекрасным хэппи эндом орхидея восстановилась переродилась в новую и зацвела результаты восстановления орхидеи есть и они сегодня были вашему вниманию в сегодняшнем видео ну а на этом я сегодня буду заканчивать свое повествование о том как восстанавливаются развиваются мои орхидеи историю этих орхидей можно найти в тематических плейлистах ну а мне остается пожелать вам всего доброго здоровья и благополучия всего вам самого-самого наилучшего всем пока пока до новых встреч сегодняшний день